Здравствуйте! Вы смотрите программу «Разговор по душам». Программа о психологии, об отношениях и других жизненно важных вопросах, с которыми сталкивается человек. Ведут программу традиционно я, Елена Бубнова, и врач-психотерапевт Алексей Зотов. Здравствуйте, Алексей! Здравствуйте, Елена! Здравствуйте, уважаемые телезрители! У нас прямой эфир, телефон в студии 202-11-22. Звоните, рассказывайте свои истории, задавайте вопросы. Мы с Алексеем начинаем, как обычно, с какой-то темы. Наши телезрители могут или присоединиться, или задать какой-то свой новый вектор общения. Обычно мы на это рассчитываем, и рассчитываем и сегодня, что какие-то ваши комментарии, какие-то ваши звонки, может быть, потревожат наше с Еленой последнее такое вот диалогическое существование. В хорошем смысле потревожит. Наверное, вам есть что сказать. Я думаю, что, ну, по крайней мере, могу продолжить идею, которую в прошлый раз я озвучил, что нам сильно много есть, что сказать друг другу. Вот. Не всегда получается понять, был ли я услышан, когда что-то кому-то говорил, как с пониманием. Но вообще мне трудно предположить, что если мы, не знаю, там, условно, год назад нам казалось, что мы друг друга понимали, ну, с друзьями, может быть, да, с супругами, с родителями, еще с кем-то. А вот сейчас перестали понимать, то, скорее всего, мы по-прежнему понимаем, вряд ли мы сильно отупели или что-то там с ушами. Слышать стали по-другому, да, понимать, может быть, по-другому. Но то, что понимать стали, ну, продолжаем понимать, для меня это очевидно. Ну, в любом случае, наверное, есть что сказать. Это так я в общем говорю, да, подводя. И, ну, по крайней мере, консультации психотерапевтические приемы в кабинете показывают, что, ну, людям много чего приходится, да, принести или много чего они приносят, вот такой жаргонный термин «приносят», да, в смысле того, чтобы потом рассказать своему терапевту, своему психологу, вывалить буквально, да, вместе с тревогой, может быть, с паникой, с, может быть, с радостью, ну, с какими-то другими переживаниями. Ну, скорее сейчас больше такого тревожного спектра. Ситуация непростая, да. Ну, тревожного спектра, и, как я вижу, слышу, люди, наблюдая за поведением других людей, это вот возвращаясь к вопросу о понимании, не всегда понимают логику поведения. Вот один из примеров. Разговаривал с тренером, у которого секция бесплатная в рамках одной спортшколы Самары, и он пожаловался, посетовал, вообще у него вызывает недоумение, что родители начали активно забирать детей из бесплатных секций. Аргументируя, отмалчиваясь, забирая молча. Как говорится, голосует ногами, да? Уходя по-английски там, да. Причем это связано даже не с конкретно с этим тренером, который, на мой взгляд, очень хороший тренер, а именно вот с некой такой вот динамикой какой-то. Кто-то из родителей говорит, вот зачем в нынешней ситуации заниматься спортом, лучше пусть сидит, учит уроки, будет айтишником. И тогда его, будучи в разных параметрах, да, и в разных каких-то таких метках помеченных, будет обеспечено. Что это? Опять тема утраты смыслов, обесценивание какой-то деятельности. Кто-то учебу бросает, дополнительное образование, или кому-то сложно учиться, ну, в рамках даже того образования текущего, первого, которое они сейчас получают. Ну, я могу, вот слушая вас, могу добавить, что я знаю пациентов, клиентов, психологов, психотерапевтов в каких-то, ну, скажем так, областях или сферах становится меньше. Ну, я перечислять не буду, я, наверное, сразу скажу, что сильно начинает страдать, ну, сфера услуг, так это можно назвать, да, потому что все, что мы с вами обозначили, это части человеческих таких социальных взаимодействий, в которых, ну, как таковой продукт, который можно пощупать, он не производится, да, не производится еда, не производятся какие-то ценности материальные, например, которые являются первой необходимостью для людей, да, и вот, скажем так, эта сфера страдает. Я почти уверен, что экономистов есть, ну, я просто слышал как-то, да, свое объяснение, почему так происходит, ну, и здесь есть какая-то определенная логика, но мы не об экономике будем говорить, это не наша сфера, да, а о психологии. Если говорить об утрате смыслов, ну, во-первых, я бы хотел и хочу обратиться, и обращаюсь к нашим телезрителям, может быть, кто-то разъяснит нам, кто-то из вас, кто увел своего сына, внука из танцев, из тренировки, из музыкальной школы, еще откуда-то, и у вас есть какое-то обоснование того, почему сейчас именно вы так сделали, да, почему в текущий момент это хорошее решение. Я далек от мысли, чтобы мы сейчас говорили, что водить это плохо, да, ну, вот так вот, да, там оставаться это хорошо, каждый сам для себя решает, тут много всяких факторов, но какие за этим стоят резоны, вот, мы, наверное, я бы с удовольствием послушал. И это скорее не про утрату, может быть, смыслов, а про перераспределение, да, то есть раньше я, например, как родитель считал, что это осмысленное действие, и дать ребенку спортивное образование, если можно так сказать. А сейчас, глядя в будущее, понимая, что, может быть, мой ребенок, будущий российский спортсмен будет лишен международных соревнований, еще каких-то, может быть, моментов, я думаю, что более адекватно и более выгодно, более дальновидно, может быть, да, вложиться именно в образование. Если я слышу, что сейчас требуются IT-специалисты, то я своему чаду говорю, слушай, ну вот, давай посмотрим на некоторое время вперед, что сейчас само по себе проблематично. Как-то люди друг к другу стали, я тоже слышу это, говорить, что горизонт планирования, ну, максимум, там, один день, один-два дня. Можно, и люди зубоскалят по этому, смеются, да, иронизируют. Но это такой способ справиться с тревогой. Вообще, сама по себе ситуация вот этой неопределенности, тревоги, что там будет завтра или послезавтра, она сложная для людей, вот, поэтому приходится иронизировать. Ну, и вот я, как родитель, например, у меня такая одна из гипотез. Я думаю, что вот сейчас, или, может быть, эти, это время, не знаю, куда-то с ребенком нужно вложить, или, может быть, с ребенком нужно побыть вместе. Я не знаю, чего будет завтра, да, вот я хочу с ним сегодня, завтра побыть вместе. Вы сейчас в России как будто бы пытаетесь объяснить поведение родителей. Но я начала с эмоциональных переживаний тренера, наверное, да. И, может быть, нам поговорить о взрослых людях, которые, не знаю, вот посвятили свою жизнь чему-то, да, какой-то узкой сфере, и видели в этом смысл. А сейчас, вот, они потеряны, растеряны, вот, и недоумение, и негодование. То есть, вот, может быть... А у меня большой вопрос, Елена, на самом деле, как это говорится, да. Ну, так или иначе, мы все, взрослые, живя в этом мире, имеем часто узкую специализацию. У нас мир узкоспециализированных людей. Причем иногда эта узкая специализация очень узкая. И именно эта редкость специалиста позволяет ему, например, быть востребованным, хорошо зарабатывать и так далее. Ну, потому что он единственный, вот, там, работает вот только с этим. Вот. Я не очень уверен, я не знаю, так ли это, что люди какие-то свои фундаментальные выборы, которые они совершили давно, пойдя и выучившись на кого-то, например, на врача, на психотерапевта, на психолога, на парикмахера, на журналиста, еще на кого-то, да. Вдруг или не вдруг, я тоже об этом послушал, какие мотивы. Говорят себе, наверное, в этом нет смысла, наверное, мне нужно что-то менять. И, возможно, это происходит тогда, когда человек зажат бытовыми вопросами, и ему нужно, как сейчас говорят, кормить семью, кормить детей, себя. И он самому себе говорит, ну, нет, сейчас музыкой не заработаешь. Ну, к примеру, музыкой, да. Или сейчас, я не знаю, чем ты еще украшением газонов не заработаешь, потому что люди, ну, не сильно сейчас будут заботиться о газонах, да. Или, может быть, там, разведением каких-то редких животных, да, или еще какой-то условий. То есть мы говорим сейчас о моменте, когда взрослым, ну, мы про взрослых говорим, возможно, придется пересматривать свою сферу деятельности и в очередной раз переобуваться и начинать заниматься чем-то другим. Я подозреваю, что... И тогда это очередной кризис в жизни человека. Ну, возможно, возможно. Но я подозреваю, что те люди, которые... Профессия, для которых профессия стала частью их жизни, частью их интересов, частью ценностей, каким-то смыслообразующим полотном в жизни, они, наоборот, укрепятся, может быть, после колебаний, укрепятся, что то, чем они занимаются, дает им почву под ногами. Ну, их ремесло, например, да, их работа какая-то. Успокаивает. И я уверен, что через какое-то время, когда мирная жизнь вернется в полной мере, эти специалисты будут востребованы. Другой вопрос или рядом располагающийся вопрос, что до этого времени нужно добраться и самим специалистам. Ну, наверное, мы читаем и читали все эти истории, так или иначе. И я почему говорю все эти? Ну, их много и фильмов, и историй, как хорошие, замечательные специалисты переживали трудные времена. Им приходилось влачить какое-то такое существование, иногда на грани. Но они остались. Кто-то там шил костюмы, которые никому не нужны были, дорогие костюмы в какое-нибудь сложное время, кто-то еще что-то делал. А потом про них вспоминали, приходили. Ну, на самом деле, по-разному будет. Но я думаю, что большая часть людей сохранится. А для какой-то части людей... Сохранится в профессии. Для какой-то части людей, ну, наверное, это будет каким-то определяющим временем. Причем я думаю, что это не обязательно можно списать или связать с нынешними событиями мобилизационного характера, конфликтного вот этого межгосударственного характера. Потому что люди начинают задавать себе вопросы, исходя из разных... Ну, мне 40 лет, я вот этим занимаюсь. Приходит человек и говорит, вот я вдруг начал задумываться, я вообще хочу вот этим заниматься всю жизнь. Приходит женщина, бухгалтер и говорит, ну, ей под 40, и она говорит, вообще я всю жизнь хотела заниматься ногтями. Но там родители, ну, в юности, ногтями в смысле, вот, ну, как-то их там обрабатывать, да, что-то такое делать. Причем она сама не может, ну, как-то, как это, рационально это себе объяснить. Ну, нравится мне, да. Вот. И вот в определенном возрасте она задает себе вопрос, я попробую это или не попробую? Я займусь этим или не займусь? А потом она приходит через некоторое время и по этому поводу сообщает, что она занялась, и это сильно изменило ее жизнь. Это то дело, которое ей хотелось и к которому она, наверное, достаточно долго шла. Алексей, как можно объединить все вот истории, которые вы сейчас озвучили, их было очень много разных, причем про написанные истории, где уже люди прожили какую-то жизнь, и мы знаем, как они выбирались из кризисов. Вот я начала с истории, вы много примеров приводите. Я пытаюсь к чувствам адресоваться. Может быть, что люди переживают в такие моменты, где они могут найти опору, как искать им смыслы, как сохранить ту самую целостность, о которой мы говорили в прошлой программе, и договорились с вами по целостности понимать психическое здоровье. Примеров много. Давайте немножко в психологию углубимся. Вот это хороший вопрос, Елена, вы сейчас задаете. Хороший он в чем? Может быть, традиционное понимание, традиционное мышление, и мы с ним часто сталкиваемся, ищет результирующее. Что значит результирующее? Как в математике. Если десяти человекам, девяти человекам помогло какое-то решение, то, значит, и мне, скорее всего, оно поможет. А в человеческом мире, помните, мы с вами говорили про Дантовы координаты и про Декартовы координаты, да? Вот, в человеческом мире это так не работает. Это может помочь девяти людям из десяти, а я как раз тот самый, которому нужен будет другой вариант. Именно поэтому я знаю, что люди с интересом относятся к палитре случаев и не сводят их воедино, ну, в какую-то одну мораль. Во-первых, эта палитра сохраняет ощущение свободы. Я могу выбрать и то, и другое, третье, пятое, седьмое, да, и десятое. То есть я держу, держу, ну, во внимании, что ли, большое количество вариантов. И это передо мной открывает, ну, много возможностей. Если я это все в одну мораль собираю, то вот этот самый вопрос и возникает, о котором мы говорим, а что делать дальше, и как с этим быть, да? Как мне в эту одну, в одну историю, в одну мораль впихнуть себя, тем более, если даже я и не сильно хочу туда. Ну, там, всем сейчас может быть выгодно пойти IT-специалистом. Много ли людей хотят быть IT-специалистами? Много ли людей хотят вообще, ну, склонны с этим, да? Я знаю, что масса людей есть, которые представляют это для себя, это сидеть за компьютером, что-то там, программы писать, вот. А есть люди, которые хотят рисовать, которые хотят играть на гитарах, которые хотят сидеть и выслушивать других людей и помогать им. Ну, и так, есть люди, которые хотят тренировать волю, не спать ночами и служить отчизне, да, взяв в руки оружие и надев форму, да, и такую себе выстроить жизнь. То есть люди по-прежнему хотят чего-то своего. Вот, наверное, мой ответ будет такой, про психологию. В этой тревоге может быть голос своих желаний хуже слышится. То есть, когда все спокойно, ну, более-менее, может быть, того, что я хочу, слышно, ну, для людей более явственно. Ну, потому что нет других шумов. Да, человек сыт, доволен, накормлен, его спрашивают, а что ты хочешь? Он говорит, ну, такая ситуация детско-родительская, да, где родители хорошо очень позаботились о своем ребенке, потом спрашивают, что ты хочешь? Он говорит, ну, вот хочу рисовать. Они, ну, отлично, поехали с тобой в магазин, купим сейчас кисти, краски, и ты будешь рисовать. А если мы куда-то бежим, если мы переполнены тревогой, задать себе вопрос, а что я хочу, очень сложно. Ну, кроме того, чтобы услышать на него ответ, ну, спастись, выжить, шагнуть там в следующий день, кем и как тут вот этот голос, ну, голос в кавычках, естественно, да, очень сложно услышать. Не знаю, отвечаю ли я на ваш вопрос, да. Я, наверное, захотела вернуться к своей истории, которую я в начале программы озвучила. Вы начали говорить про родителей, и я подумала, ну, я прагматично подумала, наверное, да, вот в плане каких-то рекомендаций. Если этот тренер лучше понимает поведение родителей, то, возможно, это даст силы ему ждать. Сейчас поясню. Родители, которые забирают детей из секции, возможно, они тоже охвачены тревогой, и они плохо слышат свои желания в отношении ребенка. То есть, до этого же они хотели, скорее всего, чтобы ребенок спортом занимался, или ребенок очень сильно хотел, а родители хотели его в этом поддерживать. Сейчас тревогой и тоже такой прагматизм, который проще, наверное, к жизни применить, движет ими, и они забирают детей и думают, что, наверное, финансовое благополучие детей важнее, чем их здоровье. Я к чему? Что, возможно, тренеру этому стоит набраться терпения, когда у родителей как-то тревога устаканится, а не пересмотрят свои отношения? Ну, если мы даем рекомендации тренеру, что мы редко делаем, ну, можно дать рекомендации самому себе, представив себе на месте тренера. Вот для меня это так работает, да? Да, я пытаюсь сейчас модель какую-то описать, где мы даем просто человеку возможность, не важно, тренер он, парикмахер или психолог, или, да, который тоже озабочен тем, что его клиенты уходят. Модель, как можно ту или иную ситуацию рассматривать под разными гранями, где можно вот поискать этот ресурс, который даст опору? Ну, во-первых, терпение, да, и мы сейчас в этой трудно сдерживаемой ситуации, которую трудно терпеть, тренируем терпение, да, терпение переносить, это, во-первых. Во-вторых, разговор, это важно, и я понимаю, что сейчас люди обычно они адресно несут свою тревогу, ну, к психотерапевту, к психологу, к близким, к друзьям, приезжают и говорят, слушайте, у меня сегодня был такой сложный день, вот я ждал, ждала, когда мы сегодня соберемся, с вами поболтаем, ну, там, что-то, чай попьем, да, и мне станет попроще, то есть, человек ждал, он адресно несет тревогу, ее не очень много, ну, ее можно выдержать и донести до определенного места, сейчас тревоги так много, что ее донести до определенного места не получается, ну, и поэтому о тревоге говорят на работе, о тревоге говорят в транспорте, о беспокойстве говорят по телевизору, но везде, да, и вот эта способность разговаривать, способность выяснять, она тоже важна, если тренер, о котором вы говорите, гипотетический, реальный психотерапевт продолжает разговаривать со своими клиентами, со своими визави, понимая, что они в тревоге, понимая, что он в тревоге, потому что если ко мне начинает ходить меньше людей, я о финансовой составляющей думаю, и думаю тогда, что мне делать, да? То есть мы все в тревоге. Разговор о тревоге может быть поспособствует тому, что родители будут слышать, что их понимают, потому что когда меня с моей тревогой не понимают, даже если эта ситуация не связанная с тревогой, ну, специалист не связанный с уменьшением тревоги, я скорее пойду к кому-то другому, к понимающему, да? Вот. Поэтому если мы загибаем пальцы, кроме терпения и способности переждать, это еще разговор, и может быть разговор опережающий, да, когда специалист говорит, я возможно, если ему не отвечают, да, если отмалчивается, он говорит, я возможно понимаю, почему вы уходите и так далее, и так далее. Может быть наша задача сейчас, наш вызов определенный напоминать тем людям, которые нам к нам приходят, почему важно. Почему важно продолжать ходить на психотерапию? Почему важно продолжать тренироваться? Ведь это не только финансовые вопросы, не только вопрос здоровья, да, может быть, о каких-то аргументах родители забыли. То есть важно об этом говорить, важно это показывать. я думаю, что это функция и задача тренера, парикмахера, психолога, психотерапевта об этом говорить. Даже если люди уйдут, они будут про это помнить, что с ними об этом поговорили. Я еще подумала тоже, да, если мы сгибаем пальцы, ну, не сжигать мосты, во-первых, в отношениях, не знаю, потому что всем тревожно, и иногда бывают такие на повышенных тонах разговоры. То есть возвращаясь к терпению, которое у вас было первым пунктом, добавила бы сюда же еще вот взять паузу и, возможно, тоже проговорить про эту паузу. Сказать, ну, хорошо, давайте вот, пока у нас не будет, а дальше мы посмотрим, как это все будет, ну, вернемся к нашим прежним каким-то делам, да, когда у вас возникнет желание, я там всегда буду готов вас принять. Ну, по-человечески, расстаться по-человечески или поставить паузу по-человечески, это очень важно, и спасибо, что вы этот момент сейчас к нашим вот этим, да, рекомендациям добавляете. Я вот еще о чем думаю, есть тут минутка, минутка хотел бы сказать, вот какая мысль пришла в голову, поскольку большинство вопросов сейчас решается в публичном пространстве, но что значит в публичном, ну, над личным, да, масса вопросов, которые касаются всех нас, они в этом смысле нас объединяют, то есть мы узнаем, как у тебя, как у тебя, да, и соотносим. Специалисты, некоторые уже давно в этой сфере работают, в публичной, а некоторые и не выходили в эту сферу. Что значит работать в публичной сфере? Это значит, может быть, записывать какие-то ролики, какие-то видео, писать какие-то тексты на спортивную тему. Это определенный вызов для специалиста, да, то есть, ну, если можно, так сказать, выходить к людям в широком пространстве, ну, в данном случае с вопросами спорта может быть травма безопасности, может быть каких-то вопросов, как можно, не знаю, тренироваться в домашних условиях. Вот, не может человек себе сейчас там тренировку на стадионе, даже какие-то деньги может быть ехать куда-то, да, а что делать в домашних условиях, какие-то упражнения есть. Хоть их и масса опубликована, уже написана, но я знаю, что люди с большим, с большим желанием будут смотреть видео своего тренера, того человека, с которым они уже когда-то общались, да, и того доверия, кому уже возникло, то есть, у них уже есть определенное вот взаимодействие. И вот этот выход в публичное пространство, на мой взгляд, сейчас тоже очень важный, и люди себя не ощущают, ну, брошенными в какой-то степени, да, специалист пошел за ними, и специалист, может быть, какие-то новые формы активности для себя найдет. Вот я бы еще такой, помню, добавил. Интересно, как мы за время программы вот от обесценивания все-таки перешли к тревоге, да, возможно, я неправильно вначале сказала, что это обесценивание. Ну, может быть, в определенном смысле это, если подчеркнуть вопрос обесценивания, оно звучит так, зачем я этим буду заниматься, если завтра нас не будет? Зачем мне что-то читать? Зачем мне куда-то ехать? Зачем мне устраиваться на новую работу? Зачем мне заводить новый проект, если завтра я могу уйти на передовую? Если завтра я не знаю, оставаться мне или куда-то перемещаться, если завтра вдруг самые катастрофические идеи планетарного масштаба реализуются, и нас всех не будет. И, конечно, вот эти мысли как будто делают несущественными все те бытовые, крохотные вещи. Зачем выносить мусор? Зачем убираться? Под этот каток может попасть... И тут, если можно много, зачем бы и мыться, и причесываться, и убиваться? Под этот каток может попасть все, что угодно, и под этот каток попадает очень много, и сейчас люди вот это зачем, они внутри... И это действительно обесценивание. То есть, буквально, ценность этого, этих каких-то маленьких вопросов снижается до нуля, потому что ценность какого-то другого вопроса, она слишком большая. Спасибо, Алексей. Наверное, в качестве рекомендации добавлю, что не стоит катастрофизировать сразу уж прям так, да, как-то попытаться посмотреть на ситуацию пошире. Спасибо за сегодняшний разговор. Спасибо. Спасибо нашим телезрителям. Всего доброго, берегите себя. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин